Здравствуйте! Программа в центре внимания. В эфире в студии Яна Лисовая. Сегодня мы говорим о правонарушениях в земельной сфере. Итак, у нас в гостях Лариса Федорина, начальник отдела Амурской областной прокуратуры. Лариса Васильевна, здравствуйте. Добрый день. Действительно, земельный вопрос так остро стоит и в том числе для прокуратуры. Действительно, конечно, это актуальное направление для прокуратуры области, для органов прокуратуры области. Потому что у нас на территории области находится свыше 36 миллионов гектар земель. Из них 10%, это 3,5 миллиона га, это земли сельхозназначения. Конечно, это очень актуально. Настолько, что даже в текущем году, 22 сентября, у нас был проведен форум. Прокуратура области проводила с участием представителей общественности, контролирующих органов, граждане присутствовали. Поэтому, да, актуально. То есть, земельный вопрос, действительно, земельные споры достаточно такие, как бы львиная доля, наверное, работы прокуратуры, да? Ну да, можно так сказать. А какие в основном нарушения встречаются? Какие нарушения встречаются? Ну, чаще всего нарушения мы мы являем в действиях органов местного самоуправления. Это с чем связано? С тем, что именно органы местного самоуправления по большей части распоряжаются земельными участками. Нарушения связаны с незаконным принятием нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, которые регламентируют правоотношения в данной сфере, либо вообще с отсутствием таковых. Также связаны нарушения при предоставлении земель сельхозтоваропроизводителям. Например, в отсутствии информационного размещения в средствах массовой информации, информация о том, чтобы состоится, допустим, тот или иной конкурс по предоставлению земельного участка. С нарушением сроков предоставления участков. Земельные участки должны предоставляться на срок от 3 лет до 49, например, если мы о варенде говорим. Но бывает и на меньше. Срок это незаконно, конечно. Такие мы незаконные оспариваем сделки в суде. Могу пример привести. У нас, например, в Мазановском районе прокурором был установлен факт, когда глава одного из сельсоветов Мазановского района предоставила в аренду земли сельхозназначения индивидуальному предпринимателю, который являлся его супругой. В последующем данный индивидуальный предприниматель земельный участок переуступил юридическому лицу, где очередителем является иностранный гражданин. А это запрещено, естественно? Запрещено то, что не было даже заявления о предоставлении этого земельного участка. Вот это противоречило закону. Мы пошли в суд, прокуратура области, прокурор обратился в суд, и суд удовлетворил наши требования, признал сделку уничтожной. Кроме того, прокурор Мазановского района материал данной проверки направил в правоохранительные органы для решения вопроса возбуждения уголовного дела. Но если говорить о самих землях, наиболее спорные – это земли под застройку или сельхозназначение? Ну, здесь можно разграничить. Существует же, если в зависимости от территории, существуют такие города для нашей области крупных, например, Белогорск, Благовещенск, где спорный вопрос – это земли поселения. Здесь больше споров по ним идет. А если касается сельскохозяйственных районов, это, например, Благовещенский, Михайловский, Константиновский, тут же Мазановский район, Северышевский, то тут, конечно, вопросов возникает спорных больше касаемых земель сельхозназначения. А есть статистика по территориям? Где больше всего, в каких районах возникает вот таких вот споров земельных? Ну, вот те, которые я назвала, это Благовещенский, Мазановский, Северышевский, Константиновский, Михайловский. Вот здесь больше всего и споров и возникает. Лариса Васильевна, а можно ли сказать, что число вот этих обращений от граждан уменьшается, либо наоборот этот вопрос все как-то актуальнее и актуальнее для нашей области? Нет, я не могу сказать, что количество обращений уменьшается, оно возрастает с каждым годом. И количество нарушений, которые органы прокуратуры выявляют, тоже возрастает ежегодно. Поэтому здесь, конечно, рост идет. Программа дальневосточного гектара. Наверное, тоже у вас прибавилась работа в связи с введением этого закона, вступлением этого закона в силу. Вот есть уже какие-то нарушения, уже выявлены? Да, есть нарушения, несмотря на то, что закон не так давно действует. Он у нас на территории Архаринского района действует с 1 июня 2016 года, а на всей территории области, за исключением города Благовещенска и Белогорска, он действует с 1 октября текущего года. Поэтому не так давно. Но вот мы проводим проверку. Сейчас уже предварительные итоги показали, что действительно уже есть нарушения при реализации этого закона со стороны органов местного самоуправления. Какие нарушения? Это нарушения, связанные с отказом неправомерным гражданам в рассмотрении заявления. То есть по основаниям, которые не предусмотрены законом. А законом предусмотрено достаточное количество оснований, там 25 оснований примерно. Нарушаются сроки рассмотрения обращений. Нарушается порядок. То есть, допустим, если орган местного самоуправления не может сам рассмотреть заявление, неуполномочен, то он должен перенаправить в уполномоченный орган. Был у нас факт установлен, когда гражданину возвращалось заявление неправомерно. Ну, прокуроры, конечно, по этим фактам реагируют. И представление вносят. И дела административно правонарушения возбуждают предусмотренным кодексом. 19.9 статья предусматривает за эту ответственность. А нарушений много уже фиксируется? Или пока это единицы такие? В целом, по гектару пока не так много. Нет, я не могу сказать, что много. Но мы еще и результаты проверки в полном объеме не обобщили. Потому что она еще продолжается. До конца ноября будет продолжаться. Пока вот предварительные итоги такие. Вы уже говорили о том, что с каждым годом число обращений растет. Как вы считаете, с чем это связано? С тем, что у нас все больше людей занимаются сельским хозяйством, осваивают земли, сельхозназначение? Или с чем? Или просто законность в этой сфере пока не налажена, не отлажена? Да, сейчас у нас активизированы правоотношения в сфере сельского хозяйства. Конечно, уже больше и больше граждан начинают заниматься, не только граждан, но и юридических лиц заниматься сельхозпроизводством. А земель остается меньше свободных. Уже так не пустуют земли, как раньше это было. Поэтому, конечно, по каждому земельному участку, тем более по какому-то плодородному, допустим, возникают споры частенько. Ну и плюс законодательство не совсем совершенно. Закон есть противоречий друг другу. Поэтому, да, это со сложные правоотношения земельные, сложные законодательства, поэтому, да, и возникают споры. А если говорить о статистике, вот к вам обращаются, например, люди, вы проводите проверку, чаще всего нарушения подтверждаются или нет? Или бывают такие, когда вот человек может быть просто так, да? Ну, потому что граждане же бывают обращаются не только о нарушениях, говорят, они просят разъяснить законодательство, да, например. Если брать статистику, то за первое полугодие текущего года у нас было порядка 130 заявлений. Из них треть удовлетворена, то есть признанно обоснованно. Третья часть — это около 50 заявлений. Если человек столкнулся с такой проблемой, ему нужно сразу идти в прокуратуру? Нет, есть контролирующие органы, которые этими вопросами занимаются. Это, например, Россельхознадзор, что касается земель, сельхозназначение, Росреестр по остальным землям. Еще существуют у нас органы муниципального контроля, то есть в каждом, получается, муниципальном образовании есть такие органы. Туда можно обращаться с этими вопросами. Еще одна проблемная тема, которая тоже вызывает много споров, наверняка, это земельный налог. Ну и вообще, в принципе, налог на имущество. Часто ли обращаются с такими нарушениями, точнее, обращениями? Такие обращения бывают. И даже в быту меня часто спрашивают, как поступить в ту или иную ситуацию. Вот, например, конкретно вам приведу пример. Что касается земельного налога. У нас срок уплаты, во-первых, изменился. Он перенесен у нас на 1 декабря теперь текущего года. Надо уплатить, успеть в этот срок. Во-вторых, бывают вопросы, когда уведомления налоговые не приходят, и гражданин даже не знает, сколько заплатить. Нужно тогда в этом случае обратиться в налоговый орган. Либо есть у нас в сети интернет такой информационный ресурс, называется «Обратиться в ФНС России». Можно зайти туда, там посмотреть, сколько вам необходимо уплатить. Либо в личный кабинет налогоплательщика. Тоже это интернет-ресурс такой существует. Если возникает вопрос, который касается, что гражданин не согласен с размером налога, с суммой налога, то здесь как нужно поступить? У нас налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости. Значит, нужно решить вопрос об оспаривании размера кадастровой стоимости. Два пути решения здесь существуют. Можно либо обратиться в комиссию, специально для этого создана. У нас она создана при управлении Росреестра Поморской области. Либо пойти в суд. Гражданин сам выбирает, в какой орган он обратится. Но вот по моему мнению, я бы преимущество отдала все-таки комиссии. Почему? Потому что здесь срок более такой установленный. Это месяц, в течение месяца не рассматриваю. Во-вторых, здесь нет судебных издержек, госпошлина не платится. Ну и в-третьих, если вы будете не согласны с решением комиссии, вы в любом случае можете обжаловать его в суд. Спасибо вам большое. К сожалению, наше эфирное время кончается. Я думаю, что о правонарушениях в земельной сфере можно говорить еще дольше. Я напоминаю, что сегодня на студии была Лариса Федорина, начальник отдела Амурско-областной прокуратуры. Мы говорили о земельных спорах. Это была программа «В центре внимания». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова